Деньги Дома и в руках Ты не могла бы со следующей зарплаты Эту гадость мне отдать И мне тоже Я в натуральном готова Видим подарок Хорошо Что-то еще делали Навстречу своей барышне Да много чего делали А то пришел мужик Получку на стол бросил И в горы А вот, кстати, вы говорите Вы каменная стена Это как? Это так, что я самодостаточный Я надежный человек Это правда Ребят, я о хорошем У меня прекрасная новость Леша, вы порвали ногу Или сломали Да, у меня порваны связки И у меня трещина Вы пришли на проект И буквально перед проектом Что-то себе там порвали Или сломали Потому что нет гениальной приметы Чем на премьере, на сцене Себе что-то сломать, порвать А если ты еще разбился И у тебя кровь Это все Это значит Такая будет пруха И проект обречен на успех Да ты что Это такая примета Да что ты На премьере особенно Упасть, сломать, порвать А я вот хочу тебе сказать Плохая примета Только если на сцене умираешь Потому что тут же Ищут замену А все остальное Это круто Давайте синяка добавим тебе Давайте Нет, на самом деле Я предполагаю Что старая театральная примета В нашем случае работает Потому что в течение года Года с небольшим Вы точно встретите Очень серьезную свою любовь А сегодня? Ну я В течение ближайшего года Уже можем считать Что уже процесс пошел Научись завидовать молча Причем здесь завид Даже если бы она пришла В водолазке Или в глухом платье В черном В пол Это было бы еще более эротично Правда? Давайте посмотрим на сюрприз АПЛОДИСМЕНТЫ Светочка Порадовала, дорогая Проходите со своей подружкой в комнату Обалдеть Смотри А Танюха Юрцу Ты не давал Он мне смотри Все время Что-то ему Он туда А она ему С кем-то вопросом Картошку купил Я говорю Картошку купил Он наш сын А знаешь что Если бы Сережа сидел Я бы ему просто Обеими руками Закрывала Глупый же Но просто Красавец Красавец А как сейчас Сводится Нет челюсти Красавец А обратно Собрать не может АПЛОДИСМЕНТЫ Юрась Ну как Это же адовый Каторжный труд Она его выбрала Чтобы Стать тем Кем она стала В 21 год Представляешь? Ну да Ну конечно Ей сегодня Посвятить себя То есть в один день Все бросить Ради чего? Ну ради чего? Скажите на милость Я конечно Я не буду Вам ее рекомендовать Зачем же Ставить крест на себя Пусть она еще лет 5 Мужчина должен Мне зарабатывать И мне не нужен мужчина 20 лет А мужчина в 30 лет Уже вполне может Осилить ипотеку А вот в анкете Вы написали Что вы хотите Богатого мужа То есть вы прямо Так говорите Да я хочу быть Содержанкой Правильно я понимаю? Я не говорю Что я хочу быть Содержанкой Не ну богатого мужа хотите Я хочу чтобы он был А ты не хочешь? Хочу Мы Не так у меня На самом деле Мы же все Мы же все этого хотим А как оно уже будет Ну Хотеть не вредно Нет А у нас вот Алексей На богатого То не тянет Ну прямо Вот на богатого Богатого Как ваш турок Уже и не Аполлон И на богатого Не тянет Ну я с точки зрения Профессиональная сваха Которая должна Сегодня Алеку женить А мне кажется Что она его присмотрела Для себя Или для каких-то иных целей Не надо девочке На меня грязь выливать Не надо Я хочу уберечь Просто нам просто Алексея У турок То у нашего то было И дом тебе пожалуйста И бассейн У нас же нет дома бассейна Правильно? А у бассейна Если бы с чем приехала Конечно Нужно эту внуку пить бассейн Тоже Смелый Погодь Погодь Нила Че-че Поподробнее Бассейн есть И дом есть Все есть Правда? А у нас одноэтажная Двухэтажная Дом? Да Двухэтажная Одноэтажная между прочим дороже У меня двое Массат, огород Все С этого момента Вы Аполлон и Герак Отлично Я как скромник У меня двое А вы еще и болтушка К тому же Я люблю поговорить А сколько вы на телефоне висите? Ой На телефоне Сколько денег Да? Смотря По телефону Я не люблю разговаривать Мне приятнее И соответственно С моментом Каким-то определенным Мы и познакомились И вы ее к себе Привели А семья у вас религиозная Она поставила там Всякие куриные лапки Красивые хвости Нет Тут вы абсолютно Не правы Суть в следующем То есть Как бы она Изначально Приехала в Москву И она в Москве Снимала квартиру А откуда она приехала? В Челябинском Ну тогда только экстрасенсом Можно выжить в Москве Гадаю Снимаю порчу Приворот Бездельницы необразованные Поэтому Это же не проверишь Никогда На самом деле Через 40 лет Роза замуж выйдешь Сереж А что это она у вас На 20 килограмм Поправилась Как бы в три горла С Челябинска Приехала Дорогая Печенье должны у нее быть Не знаю Двигалась хорошо Вообще Сложена должна быть Какая-нибудь гибкая Ну можно чтобы было Там сходить К примеру На велосипеде Покататься На роликах К примеру Можно сходить В бассейн Можно будет сходить А я вот знаю Что для вас важно Чтобы девушка Хорошо танцевала Это тоже так же Да А вот зачем это нужно? Отгадай Чтобы бревном Ночью в постели Не лежало Все мужчины Смотрите Хорошо двигаете Значит Значит Деток будет правильно делать Правда? Ну конечно А Ну тогда я Вообще-то Честно говоря Хорошая тема Старину Специально обучали Вот различным танцам Чтобы показала себя Вот я сейчас Вот этот вот Инстинкт Продолжение рода Буду тестировать И выбирать По этому качеству Наблюдай И говорит Будет они у тебя Да Я говорю Зачем он мне нужен? А где он тогда? Я не знаю Вот И тут я подумала О том, что Наверное Есть тот и третий Конечно То есть он привык Я думаю Он превращался в Бэтмена И сам собой Не вылазил И улетал куда-то Или волка Например Не, мне во-первых Больше нравится А я вот думала Что правда Мы не узнаем Об этой ситуации Никогда Ну бог с ним Ну непонятно Получается Как-то Ну вот Приходили Периодически Вы из Я родом из Старого Оскола Но живой сейчас в Белгороде Ребят Так вы что Соседи что ли? Ну Старый Оскол 25 человек Нужно разнообразие Нужно чтобы разные Женские типы были А в частности Дмитрию нужно Чтобы женщина была Достаточно изменчивая Чтобы она действительно Увлекалась Чтобы она сама Менялась в процессе Эти изменения Нужны ему как воздух Для горения огню И если этого кислорода нет Если женщина не подбрасывает Этих изменений Мужчина начинает чахнуть Поначалу Когда все изучил Смотри как он улыбается Довольно А потом девчонки Не мешает сидеть Мы там глупоход Так муж вообще Там чего не был Он посоревновались С другом Выиграл и все А потом надо было Но она же живой человек С которым Дмитрий был В течение года А что делать мужчине Которому хочется Разных женщин Он же не женился Не родил детей Ну хорошо Сколько лет вам будет Хотеться разных женщин Если вы пришли на программу Давай поженимся Значит вы уже Созрели Или еще нет Да я считаю что я созрел И как бы мне не хочется Много разных Мне нужна одна Вы хотите гордиться своей женой Вот для вас важно Я всегда горжусь своими женщинами Своими бывшими девушками И своей женой естественно Я должен гордиться Вот мой муж У него глаз затухает Когда он перестает гордиться Вот я даже иногда Иду на хитрость Похвалю Георгия или Лёльку А то они что-то сделают Он прямо спина Типа мои Мои молодцы Ему лучше не жалуются Потому что он впадает в ступор Он не знает дальше что делать Вот они Это только мамы любят Любых Ему обязательно важно Вот так ходить с Гоголем Что это вот Моя Лариска Для Дмитрия важнее Немножко другое Немножко другое Что важно Для меня конечно важна Моя девушка Моя женщина Потому что это мой выбор Это фактически мой второй мир Общение Для вас важно общение Для вас важно Чтобы женщина не была одна обратно Чтобы она развлекала Чтобы она была сама по себе Источником чего-то интересного И новизны Чтобы вы не искали этого В окружающем мире Тут же все так очевидно Венера и Луна в воздушных знаках А если будет не додавать Найдет где-то на стороне Ну может Я совершенно не одобряю этого Но я могу сказать Что у Дмитрия гороскоп Скажем не из тех мужчин Кто лебединой верности Но я надеюсь Что он с собой работает Подожди А я правильно поняла Значит Все таки в приоритете У нашего жениха Интеллект Чтобы там Энциклопедически Ну где-то как-то знание Общение А вот сексуальная Как бы активность Это что А это интеллекту не помеха Для вас что все таки в приоритете Если она немножко холодновато В постели будет Но зато прям умная Да Мужчины любят холодноватых В постели Но умных Импотенты называются Зато цитируют Постоянно много А как-то едет Да Есть такие Которые говорят Какие котлеты Почитай иди лучше Ну Дмитрию важно Чтоб не было скучно Боже мой Боже мой Какая красота Мой любимый цвет Вот короче заявка Спасибо Владимир Я вас рекомендую Нашей невесте До свидания С кем вы? Я с друзьями Мужчина придавая Мужчина придавая Корпоративы Тензи не было Это были клиенты Целую в десна Твой костян Да? Ну Типа того Да Обидно конечно Игорь Обидно Вот так Да Мне очень было больно Очень больно было Простить Простить такого нельзя Да Был бы хотя бы один Там да Как-то можно Ишибовать Я не знаю Там как Ну Да ладно Понятно То есть пошла в А вот вы В Испании жили Да? Да Я уезжал в Испанию Ну Хотел посмотреть А сколько там жили-то? Ну где-то около года Там немного О А домик там прикупили? Нет Бабушки А на то и бабушки Бабушки всегда стремятся Чтобы их внукам было хорошо Безусловно Их можно понять Но дело в том Что не у всех Одинаковые методы Некоторые давят авторитетом Вот расскажите Била? Не припомню То есть Рука у бабушки была тяжелая Ну сказать Так Виталий Не сутулься Фигак Какая-нибудь линейка Там по спине Нет Такого не было Бабушка А не залетала к вам Утром там В комнату В спальню Со словами А ну-ка руки Поверх одеяла Нет Настолько плохо Все не было Но эпизоды такие Случались Как вы говорите Комната у нас не закрывалась Не закрывалась? Нет А бабушка так Нет Ой, сон Плохой детки Увидел Можно я с вами Только полежу Страшно мне И так Кто к одному Прижал Кто к другому Нет Так далеко Все не заходило Но смотрели мы Было похоже Было определенный распорядок Я как сейчас помню Очень много серий Санта-Барбары Мы их смотрели Каждый вечер Это был ритуал Вот Поэтому я даже Полюбил некоторых героев А вы были обязаны смотреть? Дело в том, что телевизор стоял В нашей комнате Вот в чем дело А перенести телевизор на кухню? Бабушке не будет так интересно Смотреть в одиночестве Ой, какой ад Ужас ужасный Кошмар И потом эти протертые Морковные котлетки Потому что это полезно Бабушке А вам хочется мяса? Нет? Ну было и такое Мяса тогда, я помню Несколько было меньше В моем рационе Да, это правда Ну хорошо Допустим, жена в институте Вы пришли так С бутылкой водки И сказали Садись-ка ты, бабуль И поговорить с ней Сказать Бабуль, разрушаешь наши отношения Все хорошо Уважаем Но вот сериалы Смотри одна Морковную котлетку Вставь себе В ротик В свой Жуй ее В одиночестве Ну поговорить Ну поговорить Да, поговорить Да Ну говорить тогда мы могли Только между собой А с бабушкой Я так близок Близости такую не ощущал Ну понятно Вот эта зависимость Еще территориальная Безусловно А потом она небось И пензию тоже На вас подтрачивала Ну наверное да Наверное Немножко было На сколько хватило, Виталь? На два года Конечно она забеременеть Не могла за эти два года Потому что вроде Тук начинает беременеть А тут бабуля С шваброй Сейчас я уже Как бы ретроспективно Это прекрасно все понимаю Но я стал мудрее Да, в неволе кто размножается Я стал мудрее Раньше, конечно Я по молодости Я этого не понимал А там дверь не закрывается Она только начинает беременеть А там дверь, конечно Не закрывается Хорошо, ну хотя бы раз Взбрыкнули за эти два года? Да, я взбрыкнул несколько раз С какой вы семье осталось узнать? Семья у меня хорошая Правда, когда мне было 9 лет Родители развелись Отец у меня умер Отец у меня умер 10 лет назад Но мама жила у меня С другим мужчиной Тоже очень долго И он тоже умер И в итоге Она себя называет Черной давой Хорошая семья А вообще Ну послушайте Жизнь предсказуемая Всякое может случиться С семьей Видишь, проблемы какие Это ему не понравится Скорее всего Но всякая бывает в жизни С другой стороны Это не ее вина Если один муж за другим Умирают Да, действительно Женщине есть над чем задуматься Но не над тем Что она как-то энергетически На них влияет А скорее Что она выбирает мужчин Склонных к риску больше Или к определенному образу жизни Если они только галимы Вот в моем фильме Есть одна монтажница Ее зовут Алка Катафалка У нее, клянусь У нее было 5 мужей Все умирали И все прямо, как знаешь Как кролики Но это к нашей невесте Это не относится? Нет, конечно О чем вы говорите? Это я к тому Что вот Алка Катафалка Действительно черная Вот это такой действительно городской А у вас приличная семья Никто ни в чем не виноват Да, и мой муж еще не умер Слава Богу Еще не умер Смотрите, у вас Мужчин А вот кем вы видите Марию в своем хозяйстве? Просто Любимой женой Мамой ваших деток Или припашите? Честно Ну, наверное Припашу Мамой деток Мамой деток То есть скажите ей Вот цветы хочешь В свое удовольствие, да? Мы вот вообще не выключаем Представляете Она у нас льется и льется Вы как к этому? А у меня своя скважина То есть там летит Сколько хочешь Этой воды А если свет не будет выключать? А свет я ворую На самом деле У меня и газ бесплатный Все экономить надо А то вот я за колбасой А вот Еще и газ бесплатный То есть вы в магистраль Врезались Да Устраивает? Более чем А он вам лошадок А вот папочка Имеет возможность Прямо не отходя от стола Задать вопросы Потенциальному Деську Честно скажу Жених меня не устраивает Почему? Как это? Так сказать? Ну Бабулина Прихожая Кухня Ванная И туалет Мам вообще шесть Я говорю Правильно сынок Он все посчитал Будешь купаться в роскоши Поэтому посчитался Владимир Вы просто не поняли Ваша жена была Красная шапочка Она пошла к больной бабушке В лес А попала в лапы к волку А вы ее выгнали За что? Так и получилось Он над ней надругался С особым цинизмом А вы Вместо того чтобы пожалеть К сожалению Вот видите Не первый раз видать Она ходок еще тот была По болтам К сожалению да Был уже не первый раз Поэтому Вот рассказывайте Однажды она просыпается Грустно и говорит Вова Не надо к бабушке Умирает Вы говорите Конечно В кос Дорогая И она Уезжает Ну вы знаете Она не мне это сказала Она сказала моей маме С той целью Чтобы Оставить ребенка На это время Моей маме И сочинила Вот такую историю Ну так когда вы Ей допрос С пристрастием Где была Она созналась? Нет Она не созналась Конечно До конца? Нет Она созналась Уже потом Когда мы развелись Но ведь измены И до этого была Которую вы простили Измена была Да Но Просто Так скажем Я счел нужным Тогда ей прости Она думает Разок не считается Изменила один раз Простил Ну и для верности Надо закрепить Вот это Прощение Немножко Немножко здесь Что называется Мой Так скажем Косяк Потому что Нельзя прощать Такие вещи Надо было сразу А первый раз Как узнали? В интернете Наткнулся на переписку Ну и там Глупая баба Это честное слово Прямо Хотят со всем миром Что-то поделиться Я с вами согласен Но Есть одно но Никогда ни в коем случае Нельзя врать Вот для меня вранье Да конечно Вам нужно изменять И честно каяться Надо было прийти Так только я умею Надо было прийти И сказать Прости Нет Ты не устраиваешь меня В этом В этом И в этом Вам сказать Мне не нравится Твой запах Мне не нравится Что ты храпишь И в общем-то честно Я имитирую Оргазм Последние 24 лет А зачем тогда Жить с мужчиной И давать ему Ради ребенка Нет Вы так кардинально Прям вообще А как тогда сказать Ну мне кажется Надо разговаривать Надо прежде всего Она никогда не разговаривает Послушайте Никто в браке По большому счету Правды слышать не хочет Потому что если вам сказать Что у тебя пузо Ты лысый И в общем-то Хорошо бы тебе Хотя бы раз в год Делать педикюр Прежде всего Навряд ли вам это понравится Так что не надо Как сложилось Не расчаровывайте меня Пожалуйста А вот для себя Мужчина с очень Высоким доходом От какой суммы Просто мне интересно Чисто мне интересно Ну в силу того Что я их обслуживаю С точки зрения В поиска второй половины От 5 миллионов В какой промежуток В месяц В месяц Есть такие зарплаты Нет Нет не зарплаты Это доход Ты да про доходы спросила Есть такие доходы Слади С слезами Есть Я блядь 30 бы сбросила бы Да ладно Почему нужно было Прямо вот на первом На женихе Порция настроения Впереди Целая программа Хорошо Владимир Нужна вам такая же Как бывшая Только чтобы не изменяла Да мне нужна просто честная Нормальная Понимаете То есть пусть изменяет Главное чтобы Правду говорила Нет Враньё Стойте 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 Где-то я уже слышала Про раз в месяц Скандалы На самом деле да Есть такая история Что раз в месяц Мне хочется Чтобы человек Понимал Чтобы он Понимал настолько Чтобы Чтобы он понимал Вашу значимость В ее жизни Сейчас я тебя Дам Гораздо больше Мужчины любят И уважают Когда вы тоже Про себя все понимаете И это называется Интеллигентность Когда вы идете В аптеку Вот просто С Катей Из первой комнаты Задружитесь Она просто Выписывает Таблеточки И вы принимаете Раз месяц И все И все Будет хорошо Чего так Распускать Ну хорошо Просто извини Что я у тебя Хлеб ворую Вот ты веришь Что Ирочка В 9 лет Заработала Свой первый миллион На пирожка Да А может быть Они с черной икрой Были Я подумала Вот да Тогда я Пенелопа Крус У меня есть доказательства И в общем-то Если вы знаете Честно У меня миллионы были Я помню Что в 90-е годы Вот в чем дело Да Помните Когда Голи Конечно Помню Ай Какая хитрушка Миллионы Тогда же деньги были Другие А вот она В чем суть Да видишь Катя Ну конечно Хорошо Вот теперь только Дайте клятву Если у вас С Владимиром Все сложится Вы не вспомните Детство Когда вы торговали Пирожками И не уйдете В лес к бабушке С пирожком И горшочком масла Потому что Очень вы похожи На красную шапочку Нет А мне так и говорили Она сама Очень похожа На актрису Мне кажется Она пришла Играть Вы В своих бывших Отношениях Считаете Себя виновной Да Что они Разрушились Потому что Устраивали скандалы Истерики Вот про самые громкие Свои скандалы Человек А чей фотоаппарат Я могу Бутылку Я потом Прошу прощения Я спокойно Прошу прощения Причем не проходит И пяти минут Поэтому не считайте Что я монстр Вы расскажите Что вас вывело Из себя Когда фотоаппарат Улетел Мы обсуждали отношения Сказывается Некрасиво А он должен был Я тут сказать Он был прекрасный Ох Этот юноша С которым А я еще Заставляю Звонить При мне Погромко И чтобы он говорил Понимаете Поэтому Зачем вы вообще Обсуждали Бывшего В своих отношениях С настоящим мужчиной Какая-то тирания Просто ужасно По отношению к мужчине Зачем Она вообще Восемь лет Живя с ним Считала себя Свободной От обязательств Я считала себя Свободной А чего Он женат Он не женат Ой Как говорят в библии Он весь на очках На часах Ну это работа Конечно Образ стиля Да знаю Теперь наконец-то Я это могу сам добиться Откуда вы приехали? Одесса Мама Одесса Конечно Ооо Слышу Слышу Что дорого стоит Прилично Или где-то на маларно Лучше притекли Ну зачем 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 же А чего такое Что вот это все Настоящее Все настоящее Можете потрогать Я могу потрогать Как вы настоящая Счастье мое Кем работал Когда познакомился Со своей девушкой Студент Бедный студент Где учился? Мечникова Институт На биолога Ботаника Ботаника Вот так мамка Ростила Ростила в Одессе На синеньких Чтобы стал ботаником А он Композитор Учить образование Сейчас доступно Очень много Литературы Он при желании Открыл учебник И все Почитал А что делать Покупать будем Или что Почему Нам участвовать А если я люблю Левитана И у меня нет Ни одного полотна И никогда не будет И что Но зато мы с тобой Ходим в музей Нам задают Ужасные вопросы Где роза Почему Почему Нет Девушки Музей Это не мое Здорово Я не сразу это поняла Потому что Человек За мной очень красиво ухаживал И я до этого никогда То есть мне Кроме родителей Никаких подарков Никто не делал Сколько лет вам было? У меня уже было 20 лет А он мне начал сразу То есть буквально прошла Там две недели Меня это даже пугало Он мне говорит У меня есть вторая машина Возьми Ты же только вот недавно Начала ездить Возьми У меня лучшая Я говорю Да я у меня есть своя Ключи от квартиры От квартиры Ну это не подарки Это попользуйся Нет И давал То есть я например Мы могли сидеть в кафе И я могла просто сказать Что я там Увидела там где-то Какую-то там вещь Да Ой поехали Сразу ее купим Вообще Да Зачем говорили ему Что вы увидели? Рассказывала То есть я никогда Я Ну у меня есть средства На то чтобы купить эту вещь